Алексей Иванович, ощущение войны, отраженной в музыке, как это откликается в сердце музыканта? Ну как, у нас месседж простой, говорим, нет войны и до миру, собственно говоря. И об этом, в общем-то, этот трактат, несмотря на то, что в нем есть, и, в общем-то, философия, собственно говоря, ведения боевых действий, но там есть, и вот мы с Владом делали акцент на то, что, во-первых, если идет война с минимальными потерями, во-вторых, самый мудрый полководистод, который может добиться цели, избежав войну. В общем-то, в этом, собственно говоря, скрытая и самая главная мудрость этого трактата, который, в общем-то, остается актуальным не только для военных академий мира, но и для бизнес-школ, и вообще, в принципе, философская вещь такая, которая, увы, на данный момент очень особенно актуальна для нашей страны. Вот, и нам хотелось, вот, как бы, высказаться по этому поводу, потому что, безусловно, у любого человека, у художника это очень болит, то, что происходит в последнее время в нашей стране, и мы, в общем-то, мы хотели какой-то свой месседж послать, ну, вот, обществу, людям, в общем-то, не терять надежду и, в общем-то, все вместе как-то энергетически призывать мир на нашу землю. Вы почувствовали энергетику публики? Да, да, замечательно. Вот у нас было, в принципе, это третий раз спектакль на публике, первый раз была премьера в Одессе на фестивале Одесса Классикс, и вот здесь два представления на Гогольфесте, у нас совместная продукция, и, должен сказать, все три раза, ну, был какой-то такой очень хороший, действительно, отклик от публики. Мне кажется, что нам удалось какие-то задеть тоже вот эти вот эмоциональные струны людей, потому что, ну, какое-то такое особое ощущение, действительно, нам, вот, тем, кто на сцене, нам кажется, что действительно очень хороший контакт с людьми, и, действительно, когда вот люди каждый раз встают на эту стоячую овацию, она какая-то такая очень естественная, ну, какое-то такое, ну, какое-то единение вот у нас, которое вот на сцене находимся, вот, и в зале. Очень здорово, приятное ощущение. Синтез современного театра классической музыки расширяет рамки фортепианового искусства? Безусловно. То есть, я вообще, кстати говоря, считаю, что настало время менять формат классического концерта и фортепианового, и оркестрового. Сейчас, так сказать, время для этого созрело, и аудитория абсолютно к этому готова. И вот я что-то делаю в этом направлении, и Влад Троицкий, да, в смысле, вот мы, как бы, объединили наш взгляд тоже на то, как мы, может, вот, допустим, по идее можно было бы эту программу сыграть для фортепианоса с струнным оркестром, да, было бы хорошо, да. Но, когда используются другие средства выразительности, то создается такое некое, ну, особое магическое пространство, которое, безусловно, усиливает эффект от этой великой музыки. Вначале музыка, конечно, идет из средства, вот, и театра, и видео, и света, они помогают, собственно, ну, как бы, донести ярче и, ну, образнее замысел композитора. И получается, что, вот, как бы, все эти виды искусства, жанры прекрасно взаимодействуют, создают какую-то новую реальность. Я абсолютно уверен, что сейчас, вот, начнется, вообще, глобальный такой процесс трансформации классического бизнеса, классических концертов, потому что сейчас это все доступно, возможно, и, действительно, самое интересное, что происходит, вот, в мировом арт-процессе, это, действительно, синтез жанров, и это, действительно, попытки по-новому взглянуть на такие устоявшиеся какие-то формы. Вот, мне кажется, это, ну, вот, это будущее. Визуальная реальность музыки, можно сказать, что это новое направление в современном искусстве? Я абсолютно в этом уверен, я абсолютно в этом уверен, и, ну, вот, так получается, что, вот, в нашей стране это первые шаги, вот, ну, в общем-то, и в мире тоже. Это уже далеко не первые шаги в современной опере и современной балете, вот, но, что касается концертов, да, это первые шаги, и поле, ну, огромное поле для новых открытий, и публика реагирует совершенно замечательно, потому что, особенно молодежь, кстати говоря, ведь, ну, молодежь воспитана на эстетике визуальной, видеоклипы и так далее, и это не так плохо. На самом деле, когда есть новые средства выразительности, это здорово, нужно их привлекать, и, действительно, визуальная реальность музыки, потому что музыка, она настолько всеобъемлющая, что каждый, в общем-то, интерпретатор, в данном случае интерпретаторов было двое, это был, допустим, ну, я как музыкальный руководитель, а в Латросске, как режиссер этого действия, мы вдвоем представлялись вот наше, как бы, наше видение этой музыки, да, а ведь может какой-то другой, ну, как бы, творец свое видение представить, а это же самое музыки, и этих вариантов, может быть, бесчисленное количество, в этом, собственно говоря, и прелесть классической музыки. Да, впечатление, как звучит вода, как звучит полет облаков, это вот такое было магическое ощущение. Да, безусловно, ну, как бы, вот эти вот стихии, и огонь, кстати говоря, и вода, воздух, они, и, кстати говоря, и земля была тоже, они, ну, вот, в сочетании с определенными моментами музыки, они создают совершенно особое, другое измерение, как будто попадаешь в совершенно другое измерение, и, ну, это здорово, это очень вдохновляет этот творческий поиск. Спасибо вам большое. Спасибо вам.